здарова же ужики вы слышите алексея халецкого и пришла пора поговорить почему мне не нравятся люди которые играют в доту на самом деле об этом я буду говорить ближе к концу видео а в начале я расскажу о том как зарождался жанр моба объясню пошаговым стратегам которых на канале большинство вообще что это за чудо-юдо такое и развею миф о том что моба по моему мнению не умные игры и так аббревиатура моба расшифровывается как мультиплеер онлайн battle арена то бишь многопользовательская онлайновая боевая арена и появление этого жанра очень интересно когда-то 17 лет назад вышел 3 варкрафт это real-time стратегии если вдруг кто не в курсе и одной из особенностей этой real-time стратегии было наличие героев то есть вы развивали базу нанимали юнитов как и всегда но у каждой фракции по-моему на выбор было четыре разнокалиберных героя которые могли собой заменить целую армию которые давали бафы своей армии штрафы чужой и так далее и так далее не буду в это вдаваться кроме того в третьем маркрафте был чрезвычайно развитый редактор уровней и народ в него углубился стал создавать свои пользовательские карты различные режимы игры и вот в том же 2003 пользователь под псевдонимом юл опубликовал первую версию карты под названием defense of the ancients сокращенно получается дота более того можно сказать что идею для своей карты он подсмотрел в предыдущей стратегии от blizzard starcraft где была многопользовательская карта под названием и он of strife которая тоже имела характерный для последующих игр жанра моба вид с тремя линиями игрок управлял одним из сильных героев но там в отличие от варкрафта 3 невозможно было развивать персонажа невозможно было покупать оружие и броню и так далее и так далее а вот именно в доте юл объединил все эти идеи и механики потом выпустил еще доработанную версию под названием defense of the ancients all stars и все это действительно приобрело огромную популярность к 2009 году в доту играла более 10 миллионов человек по всему миру представьте что в мод к третьему варкрафту играла больше людей чем в сам третий варкрафт что-то кстати подобное произошло и недавно с самой дотой 2 когда в авто чес которые были созданы на основе доты 2 играла очень много людей но я правда не скажу что больше чем в доту 2 для многих разработчиков стало понятно что появился новый жанр и игры на основе доты стали появляться как грибы после дождя самая популярная на данный момент это league of legends и именно про нее я скорее буду больше говорить чем про доту 2 кстати тоже интересная штука казалось бы дота появилась на основе игры от blizzard однако слово дота как собственный траварный знак зарегистрировала компания вэлф и доту 2 именно вэлф уже выпускала почему так произошло да потому что игры созданные как моды к третьему варкрафту по копирайту blizzard у не принадлежали и сейчас например blizzard своих пользовательских соглашениях это специально обговаривает чтобы больше вот такое не повторилось хотя как мне кажется качество игры от названия не зависит и это доказывает все та же league of legends которая стала самой популярной мобой не называясь при этом дота сами blizzard потом выпустили heroes of the storm которая кстати сейчас уже не особо популярна были еще demigod что там heroes of new wars и так далее и так далее что же на самом деле представляют собой моба во-первых это всегда одно и то же поле боя и игровой процесс представляет собой матч между двумя командами каждый из которых должна добиться уничтожения главного здания команды противника и защитить свое собственное главное здание сами игроки управляют персонажами героями или чемпионами в разных играх они по-разному называются которые в течение партии получают очки опыта зарабатывают деньги очки опыта за убийство других героев за убийство крипов деньги за тоже собственно опыт позволяет подниматься по уровням а максимум их 18 деньги позволяют покупать различные оружие доспехи у каждого героя есть четыре способности которые всегда находятся на клавишах q w и и r первые три доступны сразу а r так называемый ultimate или ульта появляется после шестого уровня первые три способности улучшаются на 5 уровней ульт на 3 то бишь как вы понимаете 18 уровней 18 улучшений карта разделена условно на три линии top mid и bot bottom то бишь верхняя линия средняя и нижняя и три игрока специализируются вот на защите каждой этой линии кроме того есть так называемый лес или джангл то есть все что вне этих линий то лес и есть специальный специализированный игрок который бегает по этому лесу и его зачищает периодически выпрыгивает чтобы помочь другим героям на их линиях это в мобах называется термином ганг и последний пятый герой обычно суппорт вот тут мне кстати помогите в комментариях я не очень понимаю почему суппорт всегда на боте находится то есть обычно один герой на топе один герой на миде и два героя на боте один из которых суппорт то есть ну вспомогательный помогающий герой который там бафы ну в любом случае во время игры он должен иметь не киллы скорее а ассисты в убийстве других героев и соответственно на боте еще так называемый герой адекерри который обычно заточены прокачан на нанесение максимального урона собственно наверное поэтому на боте нужен саппорт иначе к адекерри будут приходить и убивать его очень быстро кроме героев управляемых игроками в игре есть крипы это такие мини миньоны что ли автоматически создаваемые каждый промежуток времени и целенаправленно просто идущие по своей линии вперед сталкиваясь другими крипами с башнями ими управлять никак нельзя это просто дополнительная поддержка для героев плюс на каждой линии стоит несколько башен защищающих подход к базе и в общем-то убить базу не убив все башни на линии невозможно есть еще всякие улучшалки другие существа но это уже не столь важно это просто дополнительные возможности так вот несомненно я считаю все мобы умными играми потому что игрок в мобу во-первых должен знать своего героя на котором он попадает в партию а это не всегда ваш любимый герой может быть вам приходится играть разными потому что перед партией происходят баны героев там выбор героев то есть мало того чтобы вам герой могут забанить так еще кто-нибудь до вас его выберет вам надо знать его способности и умение и уметь ими пользоваться пускай их всего четыре но это все равно даже больше чем способности разных цивилизаций сидмерс цивилизейшн кроме того вам надо понимать способности тех героев против которых вы играете и знать когда и что они могут применить в третьих так как это командная игра 5 на 5 то вы должны видеть карту и соображать куда двигаются ваши напарники где могут находиться герои соперников может ли лесник к вам выпрыгнуть и убить вас либо пришло время пойти помочь на другой линии когда вам надо вернуться на базу чтобы купить свои предметы а тут еще и предметов дофига вам надо еще понимать какие предметы собирать в данной ситуации потому что герои наносят еще и разный урон физический магический странно собирать защиту от физического урона если вы умираете от магических атак правда ведь надо понимать где ставить варды для засвета карты надо понимать как крипов убивать потому что именно за убийство крипов в начале игры вы получаете больше всего денег понимание карты куда вам бежать если на вас нападает несколько героев где вы сможете спрятаться куда телепортироваться более того перед началом партии вы еще можете выбрать так называемые суммонерки и мастерки как их называют русскоязычные игроки суммонерки это такие две способности которые вы выбираете перед партией но они могут быть у всех героев из нескольких по-моему то ли из 6 или из 8 например для топа важно взять телепорт если вы можете сразу со своей базы вернуться обратно на любое видимое место для лесника важно взять смайт потому что он быстро убивает нейтральных монстров также есть лечение экзост это замедление там высасывания сил и еще по моему парочка вот важно понимать что они доступны всем героям но вы выбираете только две из них а игнает еще знаменитый и очень популярный то есть вы поджигаете героя он постепенно теряет жизни при этом еще и лечиться не может чужого героя конечно не себе а мастерки или они еще назывались раньше по моему руны это большой набор разных способностей которых надо специализировать для каждого героя вы не можете подобрать одну комбинацию которая для всех героев будет подходящие тем более она там еще подразделяется на разные типы в общем и в этом еще надо разбираться и понимать и несомненно я не могу назвать мобы не умными играми те люди которые в них играют на высоком уровне да даже на среднем уровне они хороши кстати вы меня можете спросить почему я в подобное не играю да потому что это все таки по-хорошему отпрыски real-time стратегии а я даже в пошаговых стратегиях сижу торможу частенько тут я буду просто вообще сдать такой народка что-то бегает мельтешит я такой кинь мне файер и гнаетой убили вот что-то типа такого понимаете это первое но вторая причина самое важное и собственно объясняющая мою нелюбовь к игрокам в доту это ужасно токсичное сообщество как бы не боролись с этим создатели особенно в league of legends серьезно борется но не особо получается естественно это проистекает из-за очень большой популярности игр потому что чем больше людей во что-то вовлечено тем больше шансам встретить уродов естественно но тут в мобах есть еще и проблема механики самой игры которая вот взращивает не очень адекватных игроков так как это командные игры 5 на 5 то несомненно во самым важным фактором здесь является не менее одного игрока а умение действовать в команде хотя конечно на каких-нибудь низких рейтингах один игрок может что-либо затащить но в современном мире подавляющее большинство людей хотят зайти в одиночку в игру и в одиночку собственный получать удовольствие даже если они заходят в сетевую партию и вот тут начинаются проблемы игра заставляет вас играть в команде а вы этого не хотите то конечно другой вопрос зачем вы тогда пришли в эту игру а вот чисто для того чтобы поиграть на своем одном герое и начинается это уже в момент выбора героев когда кто-нибудь берет неподходящего чемпиона для своей линии там уже народ напрягается потом внутри игры чувак играет на свой на свой собственный фан не считаясь с мнением команды соответственно команда проигрывает и один человек получил удовольствие а его сакам а ну как течение 1 6 человек получили удовольствие этот который играл в одиночку вся команда соперников благодаря тому что победила а четверо его сокоманников подгорели улетели в верхние слои атмосферы пропалили себе стулья и пошли удалять дота у себя с компьютера что больше никогда с такими придурками не встречаться эти scarner player это просто такой конченый кусок дерьма вот подойди же ты помоги мне тварь ну и в рот ну ну посмотрите просто you reported you reported просто вот коммуникация на уровне бога он просто взял кинул меня понимаете просто взял убежал и пошел дальше формить крипов бывает другая причина бывает человек все нормально выбрал вроде играет ну у него хуже просто способности к игре он проигрывает внутри партии противнику который на его линии стоит все для него как бы игра закончилась он не понимает что есть еще сокоманники которые в принципе могут прийти или наоборот бывает сокомандник его начинают гнобить за то что он там проигрывает они приходят на помощь ну потому что если ты играешь в команде надо помогать в команде крича в чате другому что ты плохо играешь в игру вы не поможете ему начать играть лучше и все и человек уже как говорится на дизморали уже не может нормально нажимать кнопки и либо выходит из игры либо просто афк становится где-нибудь и команда проигрывает это происходит сплошь и рядом вот такие события в партии но дело в том что в мобах любая партия ну 20-30 минут идет в среднем дольше это очень редко это действительно такие уже душные что ли игры и поэтому наверное у игроков нету ощущения большой потери времени когда такое происходит тем более там есть механизмы отсылания репорта на игрока который либо вышел из игры либо специально ухудшал настроение сокомандников и подобных персонажей отлучают от партии хоть хотя бы на некоторое время но наигравшись в доту или в league of legends почему кстати я больше про доту говорю просто потому что это стимовская игра и когда сообщество по циве приходит человек и открываешь его профиль видишь там 2000 часов наигранных в доту то ты понимаешь что он вот воспитан на подобной системе отношений когда ты через 15 минут игры понял что тебе тут не прикольно и вышел либо обозвался командников либо встал в афк либо стал интить еще один кстати термин из моба это когда у тебя подгорело от того что тебя убили и ты начинаешь лезть во все драки умирать еще больше например матерей ваши можете идите нюхайте жопу вашему sirius и математику я юрист я юрист понимаете вы кто вы кто вы чё по жизни кота били и вот такой человек приходит играть в силу где средняя партия 6-8 часов и вот представьте вы с ним играете два часа еще на самом деле ничего не понятно еще идет развитие начальное еще на него никто не нападает даже тут вот он в какой-то момент решает ну все я в этой игре не победю и мы говорим про ффа даже я в этой игре не победю и он просто уходит или там горит что у него свет выключили ли еще что-нибудь и получается что ты потратил два часа времени других игроков два часа просто потому что тебе вот стало дальше не прикольно играть здорово даун ты на моей части города решил построить город это просто какой-то unreal unreal что это также выходишь с подъезда и срать начинаешь подъезд вот сиди у себя дома и там города ставь дебил а почему потратил потому что когда игрок выходит то автоматически можно считать что его соседи усилились потому что забрать территорию компьютера в сетевой игре это очень просто то есть если говорить простым языком то игроки в доту плохо воспитаны понимаете понятно что это не все такие понятно что могут быть нормальные люди и наигравшие хоть 6000 часов в доту но в большинстве своем в массе уж поверьте мне играя в циву сетевые партии с какого с 2012 года процентов 90 что человек с большим количеством часов в мобе будет себя вести именно так что с ним нормальной партии в цивилизацию просто не получится я уже не говорю о том что он просто общаться с ним будет неприятно ты будешь со мной так вести дипломатию мы с тобой не будем все ну и не ведем ли вы пошли пошли приходи чё ты хотя раз и чё ну и все приходи будет будет будешь не условия ставить тебе сказали мамке свои условия ставь именно поэтому пошло вот это предвзятое отношение к игрокам в мобы в циве это совершенно разные биомы что лет совершенно разные экосистемы есть уникумы которые себя чувствуют и там и там хорошо и ведут себя нормально но в большинстве своем люди воспитанные дотой лига в леджендс и любой другой мобой в сообществе цивы будут ощущаться неадекватами надеюсь я смог объяснить свою позицию ваши дополнения как всегда приветствуются в комментариях конечно же играйте в умные игры и ведите себя в сетевых партиях вежливо чтобы всем участникам было интересно спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока